Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Почему путь нашего совершенствования лежит исключительно через страдания? Ну что же вы хотели? Ведь мы не в раю живем, мы находимся в земле изгнания. Человеку назначена Богом смерть как одно из самых важных лекарств от его самости, от того повреждения, которое вошло в естество человека после грехопадения. Вот стоит это понимание обновить в себе, и тотчас все скорби временной жизни уже не представляются из ряда вон выходящими. Потому что приговоренный к смерти по необходимости, человек неизбежно переживает некоторые знаки ее приближения. Телесные страдания в болезнях, но о них же мы слышим, страдающие плотью, предста от греха, потери близких. Ведь близкие из того же теста, что и мы. И для них этот исход положен для того, чтобы в результате его, совершенного со Христом, стать участником и его воскресения. Христос ведь не показал нам какую-то дорогу к вечному единению с Богом, к исполнению нашего земного предназначения в обход земным страданиям и смерти. Он, как и предуказывал об этом Дух Святый через пророка Исаию, был муж скорбей, изведавший болезни. И род смерти, его постигший, был худший из всех смертей и наиболее болезненный и мучительный. Но его смерть была добровольная. Его смерть подъята ради избавления нас от власти над нами, вечной смерти. Потому, говорит апостол Павел, если один умер за всех, то в нем все умерли. Вооружитесь и вы в ту же мысль, что страданием Христовым, искупившим нас от вечной смерти, мы сами, приобретенные вечному блаженству, тем не менее, должны быть воодушевлены, преодолеть с благодушием всякое земное страдание ради вечных благ для нас уготованных. Катастрофа, произошедшая в раю, повреждение человеческой природы в результате грехопадения, о чем человек был предупрежден, имела космическое значение. Для всей твари это послужило причиной совокупного стенания. Вся тварь доселе совокупно стенает, страдает, скорбит, ожидая блаженного преображения сынов Божьих, нас, людей. Это всеобщее страдание, это подверженность смерти, не созданное Богом, но установленное им как необходимость ради победы над гораздо худшим злом, который стал причиной установления закона смерти, над грехом. О страшное чудовище грех, о ужасное чудовище грех, восклицает Иоанн Златоуст. Старость или молодость, красота или неблагообразие, здоровье или болезнь, блаженство или страдание – все ничто в земной жизни. Есть единственное подлинное зло – это грех. И если страдание оказывается необходимым сопровождением наших земных дней ради преодоления нашей тяги ко греху, то надлежит вместе с нашим великим святителем Лукой воскликнуть «Я полюбил страдания». Это название одной из его книг, в которых он, как врач телесный, как врач душ, имевший всегдашнее участие в страданиях человеческих, и сам, испивший чашу страданий, наполненной до краев, он даром нам в результате собственного подвига оставляет такие слова. «Я полюбил страдания, ибо они оказались средством сближения, единения со Христом и для меня, и для всех тех лиц, людей, которые встречались ему по жизни, и на которых явилось и его врачебное искусство и пастырская любовь». Потому культивирующий земные удовольствия и относящийся негативно к земным страданиям, по сути, язычник, он тварное противопоставляет Творцу, именно сотворенное делает головой угла и только ради земного благополучия готов препровождать жизнь свою. И это состояние и расположение сердца, не имеющие никакого отношения к христианству, тот же, кто со Христом, тот вооружается мыслью, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той уже мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей, чего вам и себе хочется более всего пожелать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.